Это дебилизм весь, мы приняли в нашу жизнь. Мы считаем, что это нормально. Мы уже не удивляемся тому, что дети смотрят эту всякую туфту по телевизору. Мы не удивляемся, что наши дети тупо играют в эти компьютерные игры, которые разрушают их психику полностью. Потому что ребенок не просто должен в жизни побеждать, чему учат компьютерные игры. Он должен себя побеждать, себя. Понимаете, когда человек играет в компьютерные игры, он себя побеждает в это время. Он побеждает кого-то там. Враг всегда там, а не здесь. А надо научить человека, что враг всегда здесь, в сердце. Он надо научить прощать, просить прощения, принимать судьбу, терпеть. Да, человек в компьютерные игры, он терпит, нет? Он добивается победы любой ценой, он ничего не терпит. А иногда в жизни надо просто стерпеть, а не добиваться победы. Итак, видите, очень важно залатать дыры современной жизни. Первое, что нужно сделать, нужно находить время для нравственного воспитания ребенка. Практично это делать следующим образом. Так как дети любят игру, поэтому нужно искать нравственные фильмы и полностью убирать весь кинематограф, ужастиков и тупости, которые существуют в современном обществе. Первое, что надо сделать, это потихоньку, незаметно поменять телевизор на видеомагнитофон, в котором будут только те фильмы, которые вы хотите, чтобы ребенок смотрел. Вы должны хотеть, чтобы он смотрел «Жизнь Христа», еще какие-то фильмы нравственные, глубокие, чистые и так далее. Можно показывать возвышенные исторические фильмы про то, как великие личности жили, рождались, сражались и так далее. Понимаете, да? Или девочкам, допустим, про чистую, светлую любовь показывать какие-то вещи, нравственные тоже. Как вы думаете, много таких фильмов или нет? Очень много. Просто их в десятки и сотни раз меньше, чем всего остального. Но так как фильмов вообще очень много сейчас, нравственных фильмов также очень много. И ребенку на всю жизнь хватит только одни нравственные фильмы смотреть. И в какой-то момент у него к этому появится вкус и отвращение ко всему остальному. Он почувствует, что это другое. У него сердце будет уже различать. Вот некоторые мне говорят, Олег Инатьевич, невозможно же ребенка от улицы отгородить. Улица — это всего лишь отражение того, что у вас в семье. Ребенок на улице не может ничего другого найти, кроме того, что у вас в семье. Если у вас в семье, допустим, ругань, ребенок делится на улице. Если вы просто дома кайфуете и ничем не хотите заниматься, балдеете после работы, не работаете над собой, ребенок на улице тоже балдеть будет. Он будет балдеть по-другому, он будет выпивать коктейли алкогольные, курить, пытаться учиться, матом ругаться и наркотики курить. Если у вас нет духовной жизни, дома у него на улице тоже не будет духовной жизни. Но знайте, что если вы хотите изменить свою жизнь, ребенка не изменишь сразу. В нем заложено уже то, что вы сделали до этого. Особенно это касается тех детей, у которых уже больше 12 лет. Их вообще можно менять только косвенно. Если до 12 лет можно ребенку прямо говорить о том, как правильно делать, то после 12 лет у вас остается только один способ. Это ваш личный пример, который он будет или принимать, или отвергать. Не имеет значения, принимает он или отвергает. Если вы с любовью к нему относитесь, к ребенку, то тогда он все равно вас будет слышать. А теперь я вам расскажу самое важное. Это все было про несловие. Есть вообще два способа воспитывать ребенка. Первый способ — ребенок будет просто расти, как ему положено. То есть у него есть карма определенная, и в каждый момент судьбы он будет меняться в соответствии с этой кармой. Но если вы хотите, чтобы ребенок менялся так, как вы хотите, тогда вы должны пройти в отношениях с ним следующий путь, который является крайне тяжелым. Первое, что вы должны сделать, вы должны начать жить честно перед самим собой, начать молитву, начать жить праведной жизнью. Это вызовет в ребенке к вам уважение. Ребенок никогда не уважает того, кто пытается заставить себя уважать. Ребенок уважает того, кто правильно живет, честно. Кто правильно относится к родственникам, к друзьям, к детям. Кто ведет себя благородно, тех уважают дети. Потому что у детей чистое, открытое сердце, его не обманешь. Как? Что ты сказал? Ну и что любит? Любовь означает всего лишь передача. Вот, допустим, отец любит ребенка, но он пьяница, ребенок тоже будет пьяницей. Потому что через эту любовь передаются его привычки. Любовь — это всего лишь связь. Если вы, допустим, испытываете счастье от ребенка, это не значит, что он станет благородным от этого. Он благородным становится, если вы благородный человек. Часто мы пытаемся детей сделать благородными, но это неправильный подход к жизни в целом. Из детей ничего не сделаешь. Есть такой американский психолог, Кандыба, с украинской фамилией. Таких много американских психологов. И интересно, он провел такое исследование. У него были куклы, Бурбо, что ли, я уже не помню, как они называются. В общем, идея эксперимента заключается в том, что детям показывали по телевизору определенные куклы. И эти куклы, они говорили одно, а делали другое. И дальше изучали перемены в психологии детей, в поведении детей. Знаете, какие перемены были? Дети менялись в сторону действий кукол, а не в сторону их разговора. Знаете, что это значит? Это значит, что для воспитания детей ваши слова не имеют никакого смысла. Имеет смысл только ваше поведение. Приведу пример. Например, если отец матерится на улице тайком от ребенка, а дома не матерится, то ребенок тоже дома не будет материться. Он будет материться только на улице. Причем интересно знать, что когда он начнет материться, папа ему этого не показывал. Он это почувствует сам, что ему это нравится. Воспитание передается через вкус их жизни. Понимаете, разум соткан из вкусов. Человека тянет туда, где ему нравится. Родители просто передают вкусы к жизни ребенку, а дальше эти вкусы раскрывают все качества характера, которые заложены в этих вкусах. Допустим, отец любит погулять. Ребенок об этом может не знать. Но если он любит своего отца, то когда он вырастает, он тоже начинает гулять от жены. Почему не правда? У вас есть какие-то доказательства того, что это не правда? У меня папа не такой, и что это значит? А вы любите погулять, да? А как? Ну, значит, он как-то отверг эту идею в сердце, связанную с папой. Послушайте меня внимательно, я сейчас кое-что важное скажу. Знаете, как меняется судьба человека? Она меняется только через близкие отношения. Вот, допустим, если вас привезти в публичный дом, и у вас завяжется дружба с одной из проституток, то она вам передаст склонность этим заниматься. И вы не сможете в своем сердце этому препятствовать. Это невозможно. Потому что разум человека развивается в сторону любви всегда. Близкие отношения являются самой главной силой, меняющей жизнь человека. Поэтому веды говорят, если вы строите близкие отношения сердечные с человеком, который стремится к деградации, вы деградируете, несомненно. Но можно жить с папой и не строить с ним близкие отношения, чувствовать что-то не то в своей жизни. Что чаще всего от нас дети и чувствуют. Знаете, как определить, могу я воспитывать ребенка или нет? Если я ребенку говорю что-то, а он меня не слушает, значит, я никогда не смогу ему ничего передать. Все, что я передам, это будет чисто подсознательно. Какие у меня есть привычки, он их получит. Какие у меня нет, он их не получит. Но если я хочу что-то передать важное, ценное ребенку, тогда надо пройти следующие этапы. Ты живу с точки зрения материального этапа. Начать вести себя так в жизни, чтобы ребенок начал тебя уважать. Второй этап. Если ты хочешь что-то сказать ребенку, делай это в дружеской атмосфере любви. Не в атмосфере приказа и нажима, а в атмосфере любви и взаимопонимания. И третье, что должно произойти, это поведение в отношениях. Это второй фактор. Первый фактор ваше поведение в жизни. Второй фактор поведения в отношениях. Часто родители вообще никогда не разговаривают по-доброму с ребенком. Они не только в приказном доме с ним разговаривают. Это указ на их гордость. Они вообще не понимают, что этот человек 10 лет назад был глубоким стариком. Вы бы стали старцем, так говорят, иди туда, иди сюда, с мудрым старцем каким-то. Будете так разговаривать? Нет? Но этот мудрый старец, он оставляет тело и рождается в вашей семье как ребенок. Почему вы не учитываете тот факт, что мудрость в нем заложена с прошлой жизни уже? Почему вы его считаете тупым, как баран? Только потому, что он ведет себя так. Это ничего не значит. У детей в сердце есть очень глубокое понимание того, что происходит. Они просто объяснить себе этого не могут. И все. Потому что объяснилка еще не развилась. Но понимание человек получает с прошлой жизни. Ни одна подружка мамы говорила, Олег, ты, говорит, какой-то странный. Не живи так. Зачем ты в одних трусах бегаешь зимой? Зачем ты на голове стоишь? Живи как все. Я говорю, мне кажется, что это правильно, как я делаю. Она говорит, ну ты вот когда возрастешь, взрослым станешь, ты поменяешь свое мнение. Я думаю, что я стал взрослым, но мнение свое я не поменял. Понимаете, о чем я говорю или нет? Не факт, что мы понимаем своих детей глубоко. И не факт, что мы всегда правы по отношению к ним. Для того, чтобы это все стало правильным, нужно сойти с пьедестала в отношении к своим ребенкам. Старший — это не тот, кто приказывает, а тот, кто по-доброму говорит. Тот, кто приказывает, никогда не появляется старшим. Приказание ребенку — это всего лишь проявление бессилия. Итак, второй этап общения с ребенком — это доброта. Надо пытаться его слушать и говорить ему. Часто родители вообще не слушают своих детей. Им неинтересно то, о чем они говорят вообще. Означает, что ребенок вырастет тупым, как баран. Разум ребенка развивается только в беседе. Он не развивается с помощью приказов. Приказы тупят человека, делают его автоматом, роботом. Так вторая стадия развития разума ребенка или воспитания — это добрая беседа. Когда в этой доброй беседе вы увидите, что ребенок начал вам доверять, никогда не разрушайте это доверие. Это не значит, что его не надо наказывать, строго себя вести. Но если вы почувствовали, что оскорбили ребенка своим поведением, извинитесь. Это не будет унижением. Извиниться перед ребенком своим не унижением. Это доказательство вашего смирения. И все. Имеет ли право родитель наказывать своего ребенка? Обязательно. Обязательно надо наказывать. Мальчиков надо наказывать силой, а девочек — словом. Девочек никогда нельзя наказывать силой, иначе это разрушается от этого их психика. А мальчику никогда не надо наказывать словом, это бесполезно. Вы говорите, вы мальчику говорите, я тебя наказываю. Ты обещаешь, что никогда не будешь так делать? Обещаю. Что дальше будет? То же самое. Значит, не надо с ним много разговаривать. Мальчик понимает только поступки. Девочка понимает только слова. Если вы, ничего не говоря, ее поставили в угол, это очень унизительно по отношению девушки и девочки. Ей надо сказать сначала, почему вы ее наказываете, объяснить все, а потом повести в угол. Но девочку можно наказать лишением свободы или молчанием с ней. Но ее не надо наказывать физически, не надо бить девочку никогда. И также не надо грубо ее брать. Ну то есть не надо грубо вообще вести себя с ней. Это разрушает ее психику. Однако же, если вы будете слишком долго мальчику все объяснять, он вас не будет уважать. Я часто в детстве не хотел ложиться спать. У меня папа пришел с армии, когда мне было три года. Я его первый раз увидел, когда было три года у него. И мама как не могла меня уложить, она меня уговаривала, а я не ложился спать. Да, он пришел, он посмотрел на меня и говорит, ты знаешь, что такое ремень? Я говорю, не знаю. Мне показал, снял с себя ремень, такой солдатский ремень. Говорит, видишь вот эта пляшка? Когда дети не ложатся спать, папа их бьет по попе. И показал по кровати и стукнул, как? Он говорит, я уже ложусь. Я сразу все понял, да? Матери не надо наказывать сына. С помощью вашей психической силы. У женщины психической силы в шесть раз больше, чем у мужчины. Вы можете, у вас есть энергия любви, с помощью которой вы можете ее давать или не давать. И у вас есть этот механизм внутри заложен. Например, если муж ведет себя плохо, вы с ним не разговариваете. Что тогда происходит? Начинает бегать вокруг вас, вилять хвостом, пытаться как вас как-то вывести из этого состояния. Так ведь или нет? А если с сыном я? То же самое. Вы просто игнорировать начинаете ребенка. Он также пользуется вашей энергией любви. И если он начинает, если он делает вид, что ему ничего не надо, ждите. Придет время, и он начнет подлизываться к вам. И тогда вы покажите ему еще какое-то время свою строгость. А потом, когда он станет искренне, говорит, мама, прости меня, пожалуйста. Я, наверное, вот из-за этого так себя ведешь. Я неправильно себя вел. И вы надо ему сказать, что, сынок, я с тобой не смогу справиться. Ты мужчина, у нас нет отца. Но если ты хочешь быть мужчиной настоящим, ты должен уважать мать и слушать ее мнение. Призывать его к ответственности. Понимаете, да? Помните стихотворение Никаса «Мужичок с ноготок»? Семья-то большая, но два человека всего мужиков-то. Отец мой, да я, пять лет всего. Мужчину надо воспитывать всегда, как мужчину, сам в детстве. На него ответственность возлагает женщина всегда. На мужчину женщина возлагает ответственность. Если нет отца, значит, тогда вы его взываете к совести мужчины. А если есть отец, и наказываете его молчанием и лишением свободы. Можете его запереть в комнате, допустим. Или, ну не надо бить. Если женщина бьет мальчика, то он становится садистом, потом вырастает. Он будет мучить женщин, насиловать их, понимаете, по-разному. Он будет бороться, сражаться с женской природой всю жизнь. Взывайте его к совести, наказывайте молчанием. И объясняйте ему, что он должен быть мужчиной, вести себя как мужчина. Извините, а можно волковой потери? А речь у мальчика два годика, имя папы, то как вы... Два годика ребенок не развит еще. Можно его шлепать по попе маме там, можно, ну, можно его ограждать от чего-то. То есть она в это время с ним ведет себя как с девочкой, так с мальчиком. Там разницы нет, но девочку лучше вообще никогда по попе не шлют. А на сайте лет раз в мальчике? Максимум до пяти лет. Давайте сейчас вопросы закончим, пока спокойно. Не слабьтесь. Движемся дальше. Итак, смотрите, интересный момент, что если вы находитесь на втором этапе, и просто по-доброму разговариваете с ребенком, то ошибки, которые были до этого, постепенно тают. Сначала ребенок вас боится и не слушается. Он делает вид, что слушает, но сердце его не раскрывается к вам. Он все делает механически. Но если вы постепенно привыкнете с ним разговаривать по-доброму, то в какой-то момент он откроется и начнет вам с вами делать то же самое. В это время у его разума начинает включаться, он начинает работать. И потом надо просто всегда за правило взять для себя, что доброта ваша к ребенку является основой, а строго стоит на втором месте. Допустим, вы решили его наказать, сначала успокойте себя, приведите в порядок, пускай вы на следующий день его накажете. А потом уже после этого, когда вы успокоились, скажите ему строго ваши важные слова. К этому времени вы уже поймете, что надо говорить, что не надо, а может вообще не надо. Потому что гнев это вообще не способ общаться. Но если вы разгневались, сказали строгие слова, извинитесь за это. И потом начните опять как надо. Следующее. Следующее. Это только для женщин или для всех? И для... как? Для мужчин и для женщин. Да, я говорю для боя. Что для мужчин и для женщин. Дальше смотрите, следующий момент. Следующий этап отношений с ребенком, это говорить ему о важных вещах. Когда вы увидели, что он начал слушать вас, в те моменты, когда между вами нет конфликта, когда между вами добрые отношения, говорите ему что-то важное в жизни. И смотрите, как он реагирует. Если он вас слушает очень внимательно и задает вопросы, значит его разум работает, развивается. И уже можно переходить на четвертый этап. А четвертый этап заключается в том, что вы говорите с ним в те моменты, когда касается дело не просто простых, обычных ситуаций в жизни, отвлеченных от него, а это касается также его привычек и взглядов. Например, он решил пойти во двор, где курят наркотики с ребятами. Вы должны его посадить напротив себя. У него есть сильное желание туда пойти. Так действует его судьба. Вы должны ему сказать, «Сынок, этого не нужно делать. Если ты все-таки захочешь туда пойти, мне придется тебя наказать и применить силу». И он говорит, «Папа, я все равно пойду». И тогда вы его запираете в комнате и говорите, «Пока ты не передумаешь, я тебя не отпущу». Видите, четвертый этап уже означает воспитание. А до этого просто знакомство было. Просто отношения, которые вызывают у ребенка доверие. Наказывать словами, поступками можно только того человека, который тебе доверяет. И есть три этапа развития разума ребенка. Смотрите. Слушать. Слушаться. Послушник. Чувствуете разницу? Слушать означает, что он уже открыл ушки по отношению к вам. А ушки открыть можно только к тому человеку, которому ты благодарен. Благодарность является единственной силой, открывающей уши. Если ребенок вам не благодарен в жизни, вы ведете с ним эгоистично себя, то есть вы отстаиваете свои интересы, свои мнения, вы не чувствуете его как личность, не хотите понять, не общаетесь с ним, а только вы сжимаете из него то, что вам надо. Учись на пятерке, веди себя правильно, делай то, телевизор выключай, это не смотри, это не слушай. Нет, 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 нет. Это означает, что сердечко ребенка будет заперто все. Оно не будет работать. Разум его не будет развиваться, он будет тупеть от таких отношений. Если вы что-то забрали у ребенка, дайте ему что-то другое, похожее на это. Например, вы не пускаете его на улицу, запишите в секцию, чтобы он получал движение там, где надо, а не там, где не надо. Если вы не можете записать его в секцию, тогда организуйте ему игру с каким-то хорошим ребенком, познакомьте его с хорошим человеком, дайте ему возможность с ним дружить. Но если вы запретили ему совсем дружить, тогда это означает отупение. Ребенок чувствует, что ему надо в жизни, его туда тянет. Так он развивается. Он хочет рисовать, дайте ему возможность рисовать, когда есть время. Но если вы совсем запретили ему рисовать, значит он будет тупеть. Не надо думать, что если он сейчас хочет рисовать, значит он художником станет. Профессиональные навыки у ребенка начинают развиваться только после 12 лет. Вот после 12 лет, что ребенку хочется, это сильно повлияет на его деятельность. А до 12 лет он просто развивается. Вот он хочет бороться, это его развитие, не значит, что он самбистом будет. Если он хочет до 12 лет рисовать, не значит, что он будет художником. Это не просто развивается, это его развитие идет, понимаете? Давайте ему возможность развиваться. Если он порисовал, больше не хочет, не надо его третировать этим. Дайте ему то, что он теперь хочет опять делать, следующее что-то и так далее. Но самое главное заключается в том, что воспитывать ребенка большинству из нас невозможно. Невозможно. Причина заключается в том, что ребенок не слушает, даже не слушает. Не то, что не слышит, не слушает, а не слышит вообще, не слышит. И причина, почему он не слышит, — насилие. Разум не работает в сфере насилия, он работает только в сфере доброты. Доброта должна быть основой отношений с ребенком. А насилие только после доброты санкционировано. Если вы по-доброму что-то сказали, он и сделал, дальше с добротой насилие. Это санкционированная вещь. Но если вы с ним не установили отношения хотя бы слушать, слышать, послушание, послушник, он даже не слушает часто вас, понимаете? Просто не слушает. Как же он сможет понять? Когда человек слушает, информация начинает идти в разум, но еще не доходит в разум. Когда она дойдет до разума? Только в том случае, когда он начинает слушаться. Слушаться означает верить вам как человеку. Верить человеку можно тогда, когда он ведет себя как человек. Если ребенок начал вам верить как человеку, он начинает слушаться. Слушаться означает, что информация без насилия заходит в разум и там формируется. Потом из разума идет сердце. Это означает послушник. Послушник это тот, кто верит вам настолько, что он беспрекословно слышит вас и всегда делает так, как вы хотите. Это очень высокий уровень духовного развития вас и вашего ребенка. Так бывает в жизни очень редко. В основном, если родители хотя бы добились, что ребенок слушается, это уже большая победа. Слушается это не значит, что он из страха делает то, что вы сказали. Слушается означает, что он слышит вас и понимает вас. И своим собственным выбором принимает решение так делать. А до пяти лет это бессмысленно, до пяти лет только любовь. До пяти лет нет смысла наказывать ребенка, его надо отводить от проблемы. Его надо переводить его внимание на что-то другое. Вот допустим, если собачка хочет покушать отраву, что вы делаете? И она просто лезет туда, к этой отраве. Что надо сделать? Надо дать ему другую пищу собачке, которая не отрава, и он туда полезет. Что, а он лезет, потому что ему надо кушать просто и все. Так, а ребенок куда-то лезет, потому что ему это надо, можно заменить это на то, что кто-то другое, ему это будет надо. В этом нет обмана. Если ребенок хочет пробовать на зуб какашки, зачем ему нужно это? Это ему не поможет. Надо дать на зуб попробовать что-то другое. Ребенок изучает мир маленький с помощью чувства вкуса. С помощью чувства вкуса он, это самое примитивное чувство человека, которое развивает человека эмоционально. Сначала ребенок развивается на эмоциональном уровне. Поэтому ему нужно, чтобы развивать эмоции, ему нужно все почувствовать на вкус. Он как бы, если вы хотите, чтобы он понял, кто вы такая, дайте ему возможность вас пожевать немножко. Он поймет, что вы за человек. Это его уровень понимания вещей. Он все на вкус, понимаете, понимает. Так же собака. Поэтому говорится, что животные, как дети, они тоже все чувствуют, понимают, но у них очень слабо развитый разум. Дети, они вот маленькие дети на этом уровне находятся. И поэтому какой смысл их наказывать? Вы можете сердцем им объяснять, это хорошо, это плохо. И на уровне подсознания дети это будут понимать. Но не на уровне подсознания. А так как на уровне подсознания через какой-то момент, если ему что-то хочется, он опять, вопреки тому, что хорошо, будет это делать. Но есть разная природа у мальчика и у девочки. Знаете, чем она отличается? Девочка ищет гармонию везде. И поэтому ей надо просто все объяснять, что это вот так, это вот так. И с помощью любви ей показывать, в чем хорошо, в чем преимущество. Так как девочка ищет гармонию, поэтому она сразу будет соглашаться на гармонию. Но мальчик это совсем другое. Мальчик не ищет гармонию. Он учится только на ошибках. Поэтому объяснять мальчику, что это хорошо, что это плохо, бесполезно. Мальчик может только понять с помощью практики. Ему надо обязательно попробовать. И поэтому особенно мальчики, которые сильно склонны изучать этот мир, они в детстве ведут себя абсолютно, но они являются озорниками. То есть они делают то, что нельзя делать, чтобы понять, что из этого получится. И это природа мужчины такая. Вот допустим, как женщины слушают мои лекции. Сейчас покажу. Они вот так слушают. Они вступают в гармонию и все всасывают в себя. Женщины так слушают. Теперь как слушают мужчины. Они слушают вот так. Они ищут изъяны, недостатки. С изъянов мало. Они думают, ну можно послушать. Нет проблем. Сразу возникает вопрос, а кто лучше, женщина или мужчина? Это опасное заблуждение. Да, и мужчины, и женщины хорошие, только у них по-разному идет развитие в жизни. Мужчины учатся через отрицательный опыт, женщины через положительный. Вот и все. В этом только одна разница. Но так как мужчины учатся через отрицательный опыт, поэтому мужчины становятся с возрастом большими экспертами в той сфере, которая неизвестна. А так как женщины учатся через положительный опыт, поэтому они становятся экспертами большими в той сфере, которая известна. Поэтому женщине нужны обязательно инструкции, шаблоны. Она все это выучивает, становится виртуозом в этой области. Но когда что-то новое, для нее это просто кипение мозгов. Ей очень трудно там действовать в сфере нового, и надо это, чтобы кто-то объяснил. А мужчине очень трудно действовать в сфере известного. Помните вот мультфильм про Буратину? У Малина учила, вот это так, вот это так, Буратина такой, ааа. И ему надо было что-то другое, что неизвестно. Он куда-то лез там, где неизвестно. Мужчины, они поэтому становятся для семьи кем? Оплотом. Потому что в жизни семьи много неизвестного. И женщина, она ищет прибежища в мужчине, потому что она знает, что этот человек там, где опасность неизвестная, он защитит. Понятно, почему мужчина так развивается? Чтобы стать разумным человеком. Разумность означает нахождение решения там, где непонятно решение. Женщина тоже разумный человек. Она эксперт. Без женщины невозможно жить. Например, воспитывать детей лучше всего женщине, потому что она точно передаст то, что знает. Но чтобы учить жизни детей, должен это делать мужчина уже. Он ему передаст ребенку то, что ему придется знать. Не то, что надо знать, а то, что придется знать. Например, как научить ребенка плавать? Девочке надо преподнести урок плавания сначала, рассказать все теоретически, потом ее помочь ей, чтобы она плавала. Когда она увидит, что она умеет, она легко научится плавать. Как мальчика надо учить плавать? Ну, надо бросить воду просто. Несколько раз он хлебается, и у него захочет появиться желание научиться плавать. Блин, я не хочу больше хлебать. Даже сразу, допустим, не научится, но он потом будет лазить, барахтаться, пытаться плавать и научится в конечном счете. Точно так же, как женщина правильно научится плавать. Но через свой вот этот опыт поражения, ему надо пройти этот опыт поражения. Мальчик. По этой причине женщины могут мальчика научить только тому, что они сами знают. Но они не могут научиться его быть мужчиной. Понимаете? Женщины никогда не могут научить мальчика быть мужчиной. Они могут просто научить его какому-то знанию, дать ему какое-то знание. Но научить быть его мужчиной невозможно женщине. Для этого нужен мужчина. Потому что мужчина, как будет с ним обращаться? Так же, как и мальчик будет с мужчиной обращаться. Вот мальчик подбегает к маме, ее вот так в ногу бьет. Нет? Подходит к маме, ведет себя, старается смиренно, слушает ее. Понимаете? С любовью. А как мальчик к папе подбегает? Он подбегает к нему, в ногу ему. Это вот называется мужская любовь. Понимаете, о чем я говорю или нет? Там другие отношения совсем. Они разные. Да, да, да. Все, нам надо объявление сейчас. Я, конечно, первое дело объявление, которое мне более выгодно. Но вообще, как бы, это объявление, это мое сердце. Весной из Казани на фестивале «Благость», который проводится в Анапе, было почти столько же людей, сколько из Москвы. Поднимите руку, кто из вас был на этом фестивале? Здесь есть кто-то? Один. Всего так мало, все разбежались. Вам понравилось? Вот, две руки. Знаете, это необыкновенное мероприятие. Я не могу вам передать словами то, что там происходит. Там вы получаете столько любви, столько глубины, столько счастья. И я тоже каждый раз. Которое невозможно передать словами. Две недели, то есть вы приезжаете в Анапу, этот фестиваль будет 24 сентября по 8 октября. Целые две недели. Вы приезжаете в Анапу. И что там получается? Там получается то, что с утра вы рано встаете, занимаетесь медитацией, йогой, цигун, танцами, молитвой. То есть учитесь всему, что нужно для работы над собой. Потом идут лекции. Они перемешиваются, чередуются с физическими какими-то мероприятиями. Ваши дети, точно то же самое с ними происходит, только по-детски. Параллельно идет детский фестиваль. Они учатся йоге, медитации, купаться там. Они всему учатся то, чему надо ребенку учиться. Причем в групповой такой дружеской обстановке игры. Вечером проходит удивительный концерт, на котором поют авторские песни нравственные, мои друзья. Они ставят профессиональнейшие высококлассные спектакли, которые пробивают до слез. Там происходит такое чудо, что когда люди уезжают, они не хотят уезжать, а плачут. Люди даже не добегают до моря часто. Поэтому мы сняли пансионат, в котором бассейн. Часто люди, они кусав, купаются в бассейне, параллельно слушают лекции, потому что колонки выведены на улицу. Или загорают и слушают лекции. Атмосфера чистоты. Мы нашли удивительных поваров, которые сосредоточены, с молитвой готовятся. Получается такая пища, которую невозможно забыть. Настолько вкусная, что люди просто не могут оторваться от нее. Такая реклама фестиваля платости. Наш фестиваль обычно приезжает по 600-700 человек. Путевки кончаются за месяц. Если вы решили заранее, позаботьтесь об этом. Просто на прошлый фестиваль, те, кто подали заявки в апреле, было уже поздно. Давайте раньше, чем конец августа. Иначе вы не успеете просто. В летние каникулы нельзя, потому что у вас денег не хватит. Мы берем пансионат тогда, когда дешево. Наши путевки, они настолько доступны, что если бы у нас не было никаких лекций, и просто было питание и проживание, столы было столько же. Понимаете? Ну, то есть мы такое время находим, чтобы вы могли все это получить не сильно, напрягаясь финансово. Кроме того, на этом фестивале проходит также подбор камней. Люди часто хотят получить этот опыт отношения камней, цепочек этих, чтобы получить защиту психическую, почувствовать, как это работает. Там тоже можно это сделать. Там проходит куча консультаций всяких. Тренингов и так далее. Очень объемное мероприятие такое. На все вкусы и желания. Вы знаете, очень важно вам заполнить анкеты, которые вам раздали. Если вы хотите узнать, когда приезжают я и мои друзья, и вы никогда не узнаете, если вы не заполните анкеты, вам об этом будут сообщать по телефону или по интернету, что вы оставите, какие свои контакты. Мне нравится делать объявления, потому что они все очень хорошие. Следующее объявление. есть необычная организация, которую возглавляет необычный человек. Этого человека зовут Жданов Владимир Георгиевич. Он мой близкий друг, соратник. Тоже приедет в сентябре на фестиваль, благость своей женой. Этот человек, он очень высокое положение занимает, он вхож в Госдуму. И он делает очень важный проект в нашей стране. Этот проект называется «Общее дело». Проект означает борьба за народную трезвость. Он борется с пьянством и очень успешно. Десятки тысяч людей уже бросили пить благодаря его борьбе. И страна выбрала курс на отрезвение наций благодаря его действиям, поступкам. И также многое и по курению тоже он делает полезного. Сейчас много законов по алкоголизму, курению. У нас потребление спиртного начало сокращаться в стране постепенно последние несколько лет. Но до этого нация просто спивалась. Статистика 2-3 года назад 40% взрослого мужского населения погибало в трудоспособном возрасте от алкоголя. 40%. Представьте, это же ужасно. И у нас рождаемость была ниже, чем смертность. Это значит, что нация вымирала из-за алкоголизма. Когда Горбучий Горбачев, которого все так ругают сильно, сделал сухой закон в стране, знаете, что произошло в нашей стране? У нас рождаемость стала такой же и даже выше, чем в странах Чунгачанга, где дети рождаются пачками. Понимаете? То есть, это буквально за несколько лет наша страна по рождаемости вышла в десятку самых первых стран мира. А потом, когда ввели опять потребление спиртного, то по мере роста потребления спиртного снижалась рождаемость. И эти факты всем известны. А сейчас, в последнее время, у нас умирает больше, чем рождается на 200 тысяч человек в год. Это значит, что небольшой городочек, типа Ярославль, вымирает за год в стране. Это благодаря пьянству происходит. Теперь, как вы можете помочь нашей стране? Очень просто. Вам надо просто подойти, вот к столику «Общее дело» после лекции, если у вас есть национальная совесть. Подойдите к столику «Общее дело», «Просто предложите, чем я могу помочь». Не обязательно для этого давать какие-то деньги. Можно, например, предложить организовать лекции вашей организации. Или можно просто взять диск, его размножить и подарить своим знакомым. Кто-то из них просит бить 100%. Это работает. Потому что Ажданов такие лекции читает, что это пробивает всех. Невозможно быть безучастным к его лекциям. Люди бросают... Кто послушал лекции из вас и бросил пить, поднимите руку. Вон, пожалуйста, смотрите, сколько людей. Это реально работает. Поэтому, пожалуйста, помогайте. Это массовое, мощнейшее движение. Оно в свое время было благословено президентом страны, Медведевым. И духовник Путина, отец Тихон, также благословил Жданова на эту деятельность. Понятно, это национальный проект. Отчет за проделанную работу за год. Проведено 10 профилактических занятий школы, 3 родительских собрания, 3 занятия в вузах, лекция для педагогов, кураторов антинаркотического проекта «СМС-дети». 3 мероприятия для работников МЧС и призывников службы вооруженной силы Российской Федерации. На всех указанных предприятиях за это время присутствовало 1080 человек. На мероприятиях было продано 252 диска и 122 журнала. Видите, это движение только набирает силу. Пожалуйста, помогайте им, чтобы эти цифры были в 10 раз больше, когда я приеду в встречу. А? За май. А, за май, это не за год. Это за один месяц всего. Я извиняюсь, неправильно предоставил информацию, мне надо расстрелять. Это важный проект. Это за один месяц все произошло. Представляете, 1088 человек участвовало на мероприятиях. Есть еще одна организация, которая получила государственную поддержку в Казани. Я точно не знаю, кто награждал и как. Это организация «Благотворительный фонд пищи жизни». То есть кормятся нищие, бездомные люди. То есть идет кормление пищей людей. Вот. Ну, то есть цель – это улучшить качество жизни вот нищих слоев. Пропаганда культуры, милосердия в обществе. Подарите людям любовь. То есть забота дает надежду. Дайте людям шанс. Наше будущее. Программа ориентирована студентов с низким уровнем поддержки. Для бездомных людей, для детей, в сирот, в домах, в приютах. Люди кормят этих людей. Моя гарантия, что они вас не обманут. Если вы дадите им средства, они используют их по назначению. Это стопроцентный факт. Это моя гарантия личная. Значит, хочу также дать рекламу моих друзей. Это Олег Казакбаев. Он прочитает лекции, тренинги. 27, 28, 29 июня. Освобождение от обид. Вся информация в зале. И Гадецкий, Олег Гадецкий, это профессиональный высокого класса психолог, кандидат психологических наук. Он прочитает лекции «Закон о гармонии успеха». 8, 10 августа. Вот такие вот объявления. И еще важное объявление. У нас существует здесь Центр Федической Культуры Ананта, который проводит все эти мероприятия, в том числе вот это, к которому я приехал по их приглашению. И есть еще Клуб Благость. Если вы не знаете, как развиваться духовно, где общаться, то есть такой Клуб Благость. И эта информация тоже есть в фойе. Вы можете подойти к ним. И предложить, что я хочу участвовать в вашем общении. Что такое Клуб Благость? Вы приходите, обсуждаете мои лекции, пьете чай, беседуете друг с другом, дружитесь и так далее. И там создается ваша новая семья, в которой вы будете помогать друг другу работу найти, выйти замуж и так далее. Если вам не с кем дружить, вот вам, пожалуйста, Клуб Благость. Кто из вас входит в Клуб Благость? Поднимите руку. Вот уже есть несколько человек. Приходите. Итак, движемся вперед. Вы тему отношений с детьми поняли? Что если вы стремитесь что-то объяснить, доказать ребенку, это бесполезно. Дети пока не примут вас своим сердцем, они не будут меняться и не будут вас слушаться. Потому что это процесс работы разума, а не просто насилие над ребенком. Понятная система, да? Если человек правильно сам не живет, ребенка вы правильно жить не научите. Это бесполезное занятие. Ребенок перенимает только то, что вы делаете. Теперь следующая тема воспитания детей. Это тема... Мне надо подключить компьютер. Кто-то помогите? Подойдите. Я без питания работаю. Кто-то может из организатора сделать? Там сумочка стоит. Внимательно слушайте меня. Это очень важно. Смотрите. Ребенок не может быть тем, что вы хотите. Он может быть только тем, на что он создан. Попытайтесь это усвоить очень глубоко. И на что он создан, вы еще заранее не знаете. Давайте четыре типа людей опишем подробнее. Дети, которые должны стать учеными, у них есть определенный стиль поведения. Эти дети обычно не склонны к пышным, ярким играм. Они обычно очень задумчивые, неактивные физически, очень сильно активны интеллектуально. То есть они стараются все понять, много вопросов задают, как, что и как, зачем. Эти дети стараются во всем разобраться в жизни. Есть два качества, которые они проявляют с детства. Это правдивость и стремление к самосовершенствованию. Если ребенок проявляет эти качества, это значит, что он первая категория. Есть одно качество, которое надо помогать ребенку искоренить из этой категории. Это гордость своими познаниями. Ребенок такой с детства уже считает, что он все знает. Почему? Потому что он с прошлой жизни много чего знает. Это знание не проявляется еще в нем, а гордость проявляется. Ее надо научиться вывести из этого состояния гордости с помощью бесед, общения, знаний и так далее. Тогда он разобьется, как человек первой категории, квалифицированный. Дети первой категории не склонны к насилию. Они не будут защищать себя в драке. Скорее, наоборот, они будут проявлять терпение. Эти дети, они не любят каких-то игр, в которых проявляется активность, детское насилие. Они любят различные кружки, в которых они что-то изучают, познают. Если этот ребенок не сильно физически силен, то не надо из него делать атлета. У него психика не работает в этом направлении. Скорее, ему хочется изучить что-то, понять. Это его природа такая. Картинка нарисовалась. Следующая картинка. Это ребенок, который будет кем-то управлять в жизни. Если ребенок... Ребенок — это всегда оплом, всегда эгоизм. То есть эгоизм означает благочестие с прошлой жизни. Оплом или мина самоуважения на лице ребенка указывает на его природу. Вот смотрите. Допустим, у ребенка оплом всезнающего. Он такой смотрит. Чего знает. Это значит, он первый категорий. Второй оплом — это оплом власти. Если вы видите маленького ребенка, и он смотрит на вас, как начальник. Это значит, что он второй категории. Он такой... У него свое мнение на все есть. Когда эгоизм второй категории, то он проявляет два качества основные. Первое — он хочет покровительствовать всем. И все даже с детства вступают под его защиту. Он объединяет вокруг себя людей, становится вокруг них начальником. То есть он ходит, всех командует. Если дети ему подчиняются, они с ними не подчиняются, они его враги. Он будет с ними воевать. То есть дети с этой категории очень любят драться. Им хлебом не кормить, надо бороться, драться, совершать, проявлять насилие, наказывать кого-то. Дети этой категории приносят много беспокойств окружающим людям. Потому что они постоянно находятся в состоянии войны. Им нужно побеждать всегда. А девочки могут быть? Да, конечно. А как же? Точно так же. Просто до пяти лет нет отличий мальчики и девочки. Они все ведутся одинаково. Девочки становятся девочкой позже. Девочка до пять лет вот этой категории может побить мальчика спокойно. Без проблем. Так ему влепить, что он отлетит, вытарахтывается. Причем знайте, что чаще всего девочки рождаются из мужского тела. И до пяти лет девочка до конца не понимает, что она девочка. Вот смотрите, если девочка рождается сразу нежная такая, ласковая, это значит, что в прошлой жизни она была женщиной. Ей не сложно как бы развиваться как женщина. Но часто бывает наоборот. Девочка рождается, и она ведет себя как мальчик. Она со всеми делется, бегает быстрее мальчиков там. Смелая, очень отважная. У ней как бы нет проблем. Это значит, что она в прошлой жизни была мальчиком. Мужчиной. И только после пяти лет она начинает осознавать, что она в женском теле, понимаете? А к восемнадцати годам уже не узнаешь, что девочку, которая была такая боевая, она всего боится, нежная, такая ласковая и так далее. Она вживается в женское тело уже. Понятно, да, системы? Итак, дети этой категории, они склонны защищать и наказывать. Это два проявления, основные их поведения. Дети этой категории имеют склонность искать правду. То есть они не правдивые, а они ищут правду в поступках и событиях. И они очень отважные в своем сердце. У них отважное сердце, сильное сердце. Если дети первой категории имеют крупкое сердце, нежное сердце, отзывчивое, то дети второй категории отважное, храброе, сильное, непреклонное. Их очень трудно свернуть с толку. То есть если у них есть какое-то понимание вещей, очень трудно доказать, что это не так. Они будут отстаивать только свое всегда. И даже если вы их поставите на место, они по-своему все равно потом сделают. И только если вы докажете, что вы сильнее их, они тогда сдадутся. И будут вас уважать как более сильного. Но потом опять займут позицию старшего со временем. Спасибо. Спасибо.